Приветствую вас, Виктория, давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите очередное расставание, а с парнем сейчас расставали с ним уже. Ну, смотрите, есть идея в том, что вы расстаетесь уже не первый раз. И если вы расстаетесь уже не первый раз, то, соответственно, у вас есть какие-то проблемы, у вас есть какие-то сложности. Вот, соответственно, в любых проблемах в отношениях ответственность несут оба партнёра. Вам, в частности, для более лучшего и более полного проживания ситуации, в которой вы оказались. Возможно, имеет смысл определить свою ответственность, чтобы вы её лучше сознавали, чтобы вы лучше отдавали себе отсчёт в ней, в ответственности своей. Вот, и тогда, вполне возможно, вполне вероятно, вам будет легче. Ну, учитывайте, учитывайте, пожалуйста, что ваша ответственность тоже присутствует. Дальше. Я сама поставила точку, но начался ад, у меня ужасное состояние, слёзы, боль, у Левенко не помогают, поэтому пропал интерес. Ну, смотрите, вы описываете зависимость, вы описываете зависимые такие отношения, вы описываете ситуацию, при которой человек и человек находятся в зависимых отношениях. Что это значит? Это значит, что он, то есть, тот же человек, нуждается в отношениях чересчур сильно, да? То есть, ваши основные, скажем так, основные потребности, связанные с отношениями. То есть, выходя из отношений, вы теряете для себя что-то очень важное. И, поскольку вы говорите о том, что мужчина вас не ценил, играл в игры и всякое такое, я склонен предполагать, что в человеке вынуждаетесь болезненно. Потому что он вас не ценил, он к вам не относился, так как вы считали для себя, вероятно, адекватным. Вот. А вы, в свою очередь пытались его поменять. Вы, в свою очередь, пытались его поменять. В свою очередь, пытались сделать для него. Вы пытались сделать из него того, кто вам значит. Ну... Я полагаю, что здесь не нужно вообще быть гением, чтобы предположить, что это не те отношения, которые построены на безусловном принятии человека, на безусловном принятии партнёров. Дальше. Он так и не научился меня оценить, что вы. А вы себя оценили, чтобы человек его оценив, нужно, чтобы вы себя оценили. Судя по тому, в каких отношениях вы находитесь, ну, не сказать, чтобы вы себя особо ценили, к сожалению. То есть вот вы говорите, что он меня не ценит. Ну, а как насчёт вас в этой ситуации? Как насчёт того, чтобы себя оценили? Как вы к себе относитесь? Относитесь? Как вы относитесь, допустим, к своим проблемам? Как вы относитесь сами к себе, к своим переживаниям? Вот. Насколько вы считаете важным ваши чувства, ваши эмоции и так далее. Вот. Ну, опять, что я по тому, что вы описываете, я вспоминаю, что это важно вам. То есть я занимаюсь в том, насколько вы себя цените. Условно говоря. Дальше. Мои проблемы его не волнуют, а вас волнуют ваши проблемы. Почему вы считаете, что его должны волновать ваши проблемы? Любит играть в компьютерные игры, ничего не хочет добиваться. Я от этого устал, он даже не может меня поддержать, говорить, что ему тоже плохо и так далее. То есть вы сейчас, по сути, говорите о том, что вот молодого человека, да, таким, как он есть, вы не принимаете. Вот. Ну, это, в некотором смысле, в некотором смысле это и создаёт между вами все проблемы, с которыми вы столкнулись. То есть вы не принимаете человека таким, как он есть, вы пытаетесь его поменять. Мужчина это, скорее всего, чувствует. Вот. Ему это не нравится. Ну, что, что в оптиме целом, норма, норма, да, логично, что человеку не нравится, что его не принимают таким, как он есть. Вот. И, дальше, в общем, начинается, своего, своего рода, отторжение. Вас. Вот. Хотя, этого всего, в принципе, можно было бы избежать. Вот. Если бы вы, например, более, более зрело, что ли, подошли, допустим, к отношениям своим. Вот. Дальше. Значит, эм, я закончил отношения, отпустить не могу. Я слегка, он дустит с друзьями, это вообще нормально. Ну, давайте мы с вами, вообще-то говоря, вообще говоря, попробуем определить, а из-за чего вы, из-за чего вы в слезах. То есть, эм, что, что вас, эм, вводит в это состояние, в это состояние слез. Вы говорите, я не могу отпустить. Эм, что именно вы не можете отпустить? Ну, что конкретно вы не можете отпустить? Эм, ну, с уходом, например, молодого человека. Или, эм, с потерей, например, эм, с потерей, например, отношений. Вот. Что конкретно вы потеряны? Эм, из-за чего у вас, эм, слезы? Из-за чего вы плачете? То есть, надо разобраться конкретно, что вы чувствуете. Поговорите, вот, ну, я слезаха, а он ты физрусьяна. Это нормально. Ну, для него это нормально, конечно. Раз он так себя ведет, то для него это нормально. Вопрос в том, что это ненормально для вас. Ну, у всех по-разному происходит процесс переживания тех или иных событий. Мне в этой ситуации не совсем понятно, почему вы сравниваете. Равниваете, например, себя и, ну, и мужчину. Вот. Это первое. Второе, второе, что важно, это то, что вы почему-то решили, что если... человек, вот, как вы говорите, тусит с друзьями, то это значит, что он развлекается, ему на всём плевать, вот, и всё у него хорошо. Ну, это совершенно не соответствует действительности, потому что, извините, мужчина может переживать. Мужина может таким образом просто пытаться, ну, сбросить, условно говоря, напряжение какое-то, да, сбросить, условно говоря, напряжение какое-то, да. какое-то переживание, то есть так, он вполне возможно справляет с трудностями, которые, ну, вот, которые у него имеют место быть, скажем так. И вы здесь хотите, чтобы он так же, как и вы переживал. По какой причине вы этого хотите? Вопрос возникает. Потому что, если вы не чувствуете себя значимой, в той же мере, что и, ну, вот, вы не чувствуете себя значимой, например, по отношению к мужчине, или не чувствуете себя значимой вообще. То есть, тут вот, мне кажется, нужно прояснить этот момент, вот, определить его. Ну, там сейчас видно, что здесь есть, ну, в какой-то степени, искажение, да, искажение реальности вашей, искажение реальности его. Дальше. Дальше. Эм, так. Я, эм, под Карасалей, а он ушел в загул на два дня. Страива мне все рассказала, дома не ночевала, кальфовала мне вдвойне, больно от этого. Ну, то есть, что конкретно вам больно? Вы не раскрываете? Этого момента. Почему вы решили, что он, эм, ну, кальфовал? Ну, вот, откуда, откуда, откуда взялось вот это вот, что он, эм, именно, э, кальфует? Ну, человек, э, просто переживает, э, вот, э, те, э, ситуации, которые с ним сейчас происходят, да? Вот. То есть, как, условно говоря, то, что чувствует он, на данный момент, относится к тому, что чувствуете вы. Знаете, вот, нет ощущения, что у вас есть личные границы, что вы ограничиваете себя от него, себя от, э, человека. И, вероятно, это является одной из ключевых проблем ваших. Потому что нет личных границ, полная зависимость от своего партнёра, да? Полная нуждаемость в нём, вот, партнёра. Я имею в виду, что есть нужно здесь определить источники, природу этой нуждаемости. И, э, всё-таки, вот, э, над теми, э, субъективными факторами, которые определяют такое ваше состояние, необходимое поработать. Дальше. Сделать в этой ситуации ничего нельзя. То есть, вы забыть, ну, в любом случае не сможете. Именно забыть нет. Вы сможете пережить, это прожить, это изменит отношение к этому. Вот. Но ни в коем случае не забыть. Потому что это ваш опыт, тот опыт, который вы получаете. Возможно, это тот опыт, который вам необходимо получить. Вот. Поэтому я полагаю, что забыть этого не сможете. Ну, и я бы не сказал, что это нужно забывать. Если вы хотите быть счастливой, то нужно что-то менять в своём отношении и к себе, да, и к молодому человеку. Потому что сейчас, э, э, глобал, глобал, ну, вот именно, если берём глобально, то сейчас вы переживаете, э, по поводу того, что ушёл мужчина из вашей жизни, который вас не оценил и который вам по вашим словам не подходил. Не подходило от слова совсем. Вот. Знаете? Какая штука. И я полагаю, что, что это, э, ну, в большей степени, в большей степени, это позитивно, чем негативно. Вы так, вы так сами не считаете. И, я полагаю, что у этого тоже есть свои причины. Я знаю. Такая вот, своего рода, музахистическая позиция. Соответственно, вам нужно сейчас, э, помочь сбросить эмоциональное напряжение. Которое имеет место быть. А больше заниматься, э, психотерапией и коррекцией вашего, э, личностного состояния. То, что вы сейчас можете делать, это просто проживать свои чувства. Лучше, чтобы вы это делали вместе с психологом. Чтобы вы не делали этого одно. Чтобы не были, чтобы не были в одиночестве. Потому что одиночество вашу проблему не решит. От слова совсем. Вот. Ну и настраивайтесь на то, что, чтобы работать с психологом на постоянной основе какое-то время. Потому что вы демонстрируете, это достаточно серьезные признаки любовных зависимостей от человека. Которое, может быть, вы пишите, что, мужчина меня не ценил. Мужина меня, там, не уважал, не заботился обо мне. Но я, там, все равно по нему сразу снимаю. Но оно мне без него плохо, да. То есть, у меня в отношениях явные проблемы. Но я, все равно, хочу, как бы, ну, их, да. Хочу этих отношений. Вот. У этого есть причины, у этого есть основания. И с этим лучше поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.